Этой встречи студенты и руководители института третьего возраста ждали давно. И это не случайно. Учащиеся этого учреждения знают. Их ожидают новые уроки и новые дисциплины, подготовленные волонтерами Центра социального обслуживания. Учебная программа была заранее подготовлена. Группы студентов сформированы в соответствии с заявленными предпочтениями. Сегодня у нас торжественная линейка, посвященная началу учебного года. Все как в учебных заведениях, только наши слушатели несколько старше. Но это сути не меняет, потому что они такие же веселые, активные, жизнерадостные. И также хотят учиться, продолжать учебу. Они ищут здесь друзей, подруг, новые знания, новые открытия, новое свершение. Предложенные волонтерами дисциплины поражают своим разнообразием. Самые популярные среди них английские и немецкие языки, фотодело, основы православия, оздоровительная гимнастика и велотуризм. Также в новом учебном году появились курсы самопомощи и самопознания, основы психологии и скандинавская ходьба. Безусловно, огромный выбор представленных дисциплин поможет учащимся института третьего возраста постичь разные науки, закрепить уже имеющиеся знания и провести время с пользой и одновременно с удовольствием. Оказавшись на пенсии после активной трудовой деятельности, жизнь не заканчивается, только начинается. Свободная жизнь, жизнь полна приключений. После окончания института третьего возраста многие студенты решают остаться в стенах учреждения и становятся помощниками и волонтерами, которые сами ведут познавательные лекции, семинары и дискуссии. Работа, которая ведется, ими направлена на передачу уже имеющихся знаний новым воспитанникам центра. Надо сказать, с этой задачей они прекрасно справляются. Я преподаю редакторское направление, фото делаю. Значит, уже более двух лет я преподаю, выпустил где-то более 15 учеников уже с профессиональным навыком владения своими фотоаппаратами, потому что по городу у нас ходят все. Два года уже проводят, значит, конкурсы фотоснимков за год у учеников. Побеждают ученики, то есть не учитель. И уже заметно, когда, значит, дети даже хвалят, бабуля, какие у тебя красивые фотоснимки. Линейка в институте третьего возраста прошла с особым размахом. Яркие выступления участников, благодарственные слова студентов своим преподавателям, вручение им цветов и подарков, эти приятные моменты, несомненно, останутся в памяти всех присутствующих на празднике. Подобная форма работы с людьми, которые ушли на заслуженный отдых, они получают широкое распространение не только в Брестской области, а здесь я должен сказать, что область была пионером, но и в целом в республике. Наверное, очень важно, что сегодня, благодаря той социальной политике, которую проводит государство, люди могут общаться, люди могут совершенствовать свои знания. Ну и самое главное, это дает возможность им реализовать себя.